Волгоградская область третий раз стала площадкой для проведения всероссийского проекта «Диалог на равных». Очередным собеседником молодежи сегодня стал председатель Координационного совета Молодой гвардии Единой России Денис Давыдов. Как стать молодежным лидером, знает моя коллега Гора Пагасян. Сегодня в аудитории университета нет свободных мест. Здесь студенты разных вузов. Но участие в проекте «Диалог на равных» подано уже более ста заявок. Они хотят реализовать свои идеи и достичь успеха. Учиться на примере успешных людей – вот главная цель всероссийского проекта. Лидеры им дождаются. И, конечно же, лидеры не становятся. И то, и другое верно. Один родился с талантом. Ну, не знаю, плывет он так же или бежит хорошо. А второй, вот не такой талантливый, но каждый день пашет паскалок. Портреты в Нью-Йорке. День бега и катает. Кто победит из этих двух? Предустую, что первый ходит. Как стать лидером среди молодежи – тема сегодняшней встречи. Оставив формальности позади, Денис Давыдов в беседе на равных рассказал о том, кто такой настоящий лидер, какими качествами он должен обладать, к чему должен стремиться и что должен уметь. Спикер подчеркнул, что лидер – это тот, кто в первую очередь работает на благо людей и ответственно подходит к любой поставленной задаче. И что самое главное – любит свое дело. В свою очередь студенты задавали вопросы на интересующие их темы. Что нужно для того, чтобы быть лидером в 21 веке и как это донести до людей, которые работают у тебя в команде. Потому что каждый, наверное, стремится все-таки к лидерству. И хочется, чтобы вся твоя команда, она понимала, что лидерство – это тяжелый труд. Александру Шубину такая тема беседы необходима. Помимо учебы на экономическом факультете, он занимается проектом «Гранит Мамаева кургана», главной задачей которого является сохранение памятника времен Великой Отечественной войны. Также проект предусматривает создание мультимедийной энциклопедии о городах-героях. По словам студента, он нацелен и дальше заниматься выбранной деятельностью. Важно привлечь людей и идти по одной заданной цели. И сегодняшняя беседа как раз может помочь ему. Если честно сказать, я очень люблю слушать умных людей. Потому что умный человек, может быть, скажет то, что ты уже знаешь, но он поможет тебя направить в нужном направлении, в нужном русле, чтобы ты уже на следующий день что-то изменил в своей жизни. Мы обменялись мнениями на тему лидерства, на тему того, как сегодня человеку самореализоваться. Это общение позволило и мне в то же время, с одной стороны, напитаться энергией, с другой стороны, понять те новые идеи, новые направления, о которых сегодня говорит студенческая среда. В числе основных тем грядущей встречи – политическое самоопределение и стоит ли молодым людям связывать свои карьерные устремления с политической деятельностью. Гуара Пагасян, Александр Шишин, Время новостей.